Да, теперь меня слышно. Отлично. Значит, презентация будет тут чуть странной. Не знаю, что так получилось. Когда тестировали, все было лучше. Значит, мы сегодня поговорим про контейнеры. На самом деле про докер больше, но только не с той стороны, с которой Тарас про него говорил. Мы поговорим про то, как он работает внутри. И мы будем говорить в начале про его внутренности совсем-таки на уровне системных вызовов. Потом мы поговорим про то, как он ломает вообще всю современную понятие security. И потом мы поговорим про разные инструменты, которые работают и поверх докера, и которые работают на одном уровне с докером, то есть его конкуренты, грубо говоря. Значит, начнем со внутренностей. Тарас чуть-чуть об этом говорил, но совсем чуть-чуть. Значит, многие думают, что контейнеры каким-то образом очень похожи на виртуальные машины, только они там легче ввиду каких-то магических причин. На самом деле контейнеры это все про менеджмент процессов, а не про виртуальные машины. Поднимите, пожалуйста, руки, кто писал хотя бы какой-нибудь менеджер процессов, который запускает процессы, мониторит и что-то с ними делает. Ну, много сомневающихся, но довольно неплохо. Человек больше десяти даже. Значит, на самом деле, если вы делали менеджер процессов, вы сможете сделать и контейнеризацию. Значит, как выглядит менеджер процессов, в самом простом случае на питончике он выглядит примерно так. Мы просто делаем субпроцесс popen и потом ждем, пока этот процесс отработает. Если спуститься уровнем ниже и посмотреть код субпроцесса, это выглядит вот так. Есть функция spawn.vr, которая выполняет команду, до нее субпроцесс еще что-то делает, но там скучная часть. И еще wait-pit, который ждет, пока выполнится процесс. Значит, если спуститься еще ниже на уровне системных вызовов, это выглядит вот так. Значит, начало у нас происходит fork. Fork дублирует наш текущий процесс. Кто-то уже сегодня об этом говорил, но я еще раз повторюсь немного. Он дублирует память текущего процесса для того, чтобы вы дочерний процесс могли инициализировать любым-любым способом. То есть таким, как вы хотите, учитывая все ваши переменные и так далее. Соответственно, соответственно, fork внутри родительского процесса возвращает пит процесса, который получился новый. Внутри дочернего процесса возвращает ноль, и мы понимаем, что это child. Значит, exec просто заменяет текущий процесс на команду, которую вы хотите выполнить. Это очень какой-то, с точки зрения обывателя, это очень странная такая штука. Я когда первый раз увидел, что оно так, удивился и подумал, что это очень страшно. На самом деле это очень, ну, это довольно удобно, хоть и имеет свою цену. На уровне системного вызова fork в Linux на самом деле выглядит так. Это системный вызов-клон с кучей всяких разных неинтересных флагов. Вот так выглядит создание контейнера. Это рабочий пример, он очень плохо написан с точки зрения стиля кода и так далее, но так у меня получилось короче. Значит, первое… Ух ты, какая красота. Да. Даже не знаю, как с этим быть. Ну, значит… Значит, смотрите, в первой части мы… Вот это все импорт и все такое неинтересно. Что главное? Мы берем обычный эллипси. Нет вот такой функции клон в питоне, но это не значит, что мы не можем взять обычную сишную функцию. Мы берем опять же константы, которые в h файлах определены в языке c, а в питоне нет. Мы просто их здесь копируем и создаем стэк для нового дочернего процесса. В дочернем процессе в функции клон вместо того, чтобы вернуть ноль или пит процесса, в дочернем процессе запускается какая-то функция callback. Там вокруг нее написано много всякого ситайпсового хлама, но на самом деле, что делает эта функция? Она просто печатает пит процесса и уид процесса в новом namespace. И в конце самое интересное вот здесь вот… Где-то видно вам указку эту несчастную? Мне не видно просто. Ну, в общем, в третьей части кода там в самом верху где-то клон, вызов, который выполняет функцию в child, где передается стэк и два вот этих флага, которые мы создали. Вот эти флаги это и есть те namespace, про которые говорил Тарас. То есть в линуксе вся эта контейнеризация работает вокруг namespace. В parent мы тоже там что-то печатаем, похожую на child, и выглядит это в жизни вот так. Значит, в родительском процессе мы видим наши привычные PID и наш уид, который не root, слава богу. И обратите внимание, что PID child, он тут 14306, но внутри он думает, что его PID единица. То есть он думает, что он корневой процесс в этой операционной системе. Ну, а по факту он корневой процесс в контейнере. Это и есть вот этот вот самый PID name space, который мы задали флагом clone new PID. Значит, то же самое у нас произошло с уидом. Единственное, что мы на самом деле там не реализовали, не проинициализировали уид name space, поэтому у нас уид тут nobody. Кто знает 65534, это nobody. Пользователь, который считается типа самым непривилегированным. Но на самом деле он там root внутри контейнера. Но я подробнее об этом не буду. Да, тут, конечно. Значит, хорошо. Неймспейсов есть 6. Я сейчас их подробно разберу. Но самое интересное на самом деле не это. Самое интересное то, что есть такая вот очень-очень старая штука. Слушайте, а если я сделаю вот так, не будет лучше? Не знаю. Значит, самая интересная штука – это вот этот вот root, который работает очень-очень давно. Что он на самом деле делает? Предположим, что у вас есть два контейнера, которые вы хотите эмулировать. Вы просто кладете куда-нибудь в папочку то, что в обычной операционной системе бы начиналось с рута. Вот в частности, вот этот путь varlib.lxc сверху, который – это то, как lxc работает с контейнерами, куда оно кладет эти файлы. Lxc – это самая старая утилита, которая работает с контейнерами. Не путайте на самом деле lxc с самой контейнеризацией в линуксе. Многие путают. Lxc – это на самом деле конкретный программный продукт, который делает вот эти штуки так же, как и докер. То есть это его фактический конкурент. Значит, и вот когда мы просто положили вот так вот файлики, мы можем сделать chroot в эту папку. Ну, тут понятно, да? Lxc Ubuntu там slash rootfs. Положили в папку rootfs наш root. И вот вся, на самом деле, магия, которую ожидают от докера внешние операционные системы внутри контейнера. Вот эта вся магия, она на самом деле происходит в chroot. Когда вы сделали chroot, у вас общее между старым контейнером и новым, ну, на уровне файловой системы нет ничего, на уровне, в смысле, запускаемых процессов и так далее. Там остается сеть, остается пользователь, и это все решается уже namespace. Но главная концепция, на самом деле, это вот этот вот chroot. И если вы, там, у вас старое ядро до 3.8 и докер вы запустить не можете, то вы на самом деле в chroot можете воспользоваться и получить ровно ту же функциональность. Но только вам придется самим сделать сборку контейнеров и всю вот эту штуку. Значит, еще одна полезная штука clone.uns. Это один из namespace, который позволяет вам в разных контейнерах маунтить разные папки. Собственно говоря, и все. Для него часто используется вот этот маунт минус минус байнд. Это очень полезный инструмент для сисадминов даже без контейнеров. Он позволяет просто отзеркалить папку из одного места в другое. Как будто бы у вас папка в двух местах одновременно, одна и та же. Причем это не дублирование файлов и даже не симлинк. Это вот именно зеркало папки. Используется это в LXC примерно вот таким образом. Давайте, может, чуть поменьше сделаю. Хотя, ну, как-то вот так. Да, то есть мы берем, сначала монтируем вот эту Ubuntu rootfs, которая у нас была в какое-то место, где нам удобно с ним работать, потому что мы можем захардкодить пути. Я не знаю, откуда вот такой паттерн появился, но он часто используется. Далее внутри мы монтируем dev, который не хотим создавать еще один. Внутрь мы можем смонтировать tmpfs и в итоге сделать root туда. Ну, соответственно, вот это вот все, что нужно, чтобы получить контейнер. При этом tmpfs у каждого контейнера, даже смонтированного, ну, этими же строками, то есть теми же точно папками, tmpfs будет другой. Они не будут видеть друг друга файлы и фактически никак и не смогут, даже если бы хотели. Значит, клон newpid. Вы уже видели пример. Он просто делает pid namespace. Самая главная фишка этой штуки не в том, что у него pid первый, давайте опять попробую больше сделать, значит, не в том, что у него процесс теперь получается pid1, а в том, что если этот pid1 умер по какой-то причине, вы решили его убить и так далее, то ваша вся виртуалка полностью вычищается ядром операционной системы и таким образом там отмонтируется tmpfs и обязательно стирается. И все namespace, которые созданы внутри этого pid namespace тоже стираются. Это почему-то очень плохо используется в докере, потому что в докере почему-то, если убить контейнер, иногда не отмонтируются файловые системы. Newipc не делает ничего интересного, она дополняет просто нашу контейнеризацию семафорами и всякими старыми такими штуками, которые не вошли в другие namespace. Ну то есть если вам нужна полная контейнеризация, используйте Newipc. Если вам нужно только одно какое-то свойство, просто не используйте. С этим все просто. Newit UTS просто позволяет хостнейм поменять. Это ни в коем случае не айпишник вашей машины и ничего подобного. Это только имя, которое сделать новый namespace сетью. Это тоже то, что докер делает по умолчанию. Но вы можете это и в докере отключить вот этот namespace нет и биндиться на хостовые порты и коннектиться к ним без вот этих всяких минус-минус паблиш и прочей ерунды. Ну это удобно для development environment. На продакшене, конечно, лучше так не делать. Там свой localhost, свой firewall, свои сетевые интерфейсы. Abstract UnixSocket тоже сюда вошел случайно довольно, я так понимаю. Ну про него неинтересно говорить. И clone.unet очень полезно использовать даже без контейнеризации. Например, если вы хотите потестить приложение с разными параметрами торможения вашей сети, там на медленном коннекшене и так далее, вы можете создать несколько network namespace командой IP.net.ns. IP это команда, которая везде есть. Ну грубо говоря, везде есть. IP.net.ns ее подкоманда, которая позволяет создать network namespace и в нем выполнить чего угодно. То есть вы можете подготовить несколько namespace и запускать в них ту команду, которую вы обычно запускаете без контейнеров. Вы можете запустить в любом network namespace и она будет думать, что у нее все хорошо с сетью. А при этом для вас она будет работать либо медленно, либо быстро, либо как-то еще с пингом большим. И new user namespace, он в основном для того, чтобы запускать контейнеры не из-под рута. Он позволяет маппить диапазоны пользователей из родительского контейнера в дочерний, ну с другими пидами. Вы там немножко это видели. Все остальное погуглите, потому что у меня не сильно много времени. Значит, по поводу первой части я закончил. Сейчас я немножко поговорю про security, потому что на самом деле вот Тарас уже спрашивал, кто использует Docker в продакшене. И это хорошо, что мало кто его использует. Значит, штука в чем? Во-первых, да, ну тут неинтересная на самом деле цитата. Штука в том, что ребята из докера говорят, что пока что под рутом, под рутовым пользователем внутри контейнера процессы, которым вы не доверяете, запускать нельзя. Но это не просто так, что вам вот нужно вот просто докер run минус минус юзер указать, и вы будете в безопасности. Ну то есть, почему нельзя? Потому что этот рутовый процесс может избежать контейнеризации всей и получить какой-то такой доступ к хостовой машине. Если он получил доступ к хостовой машине, он может, например, установить там rootkit и снифить ваши пароли, даже если они TLS зашифрованы, да, или еще какие-то глупые штуки делать. Но вот это вот все бронье, потому что на самом деле есть такие команды, как, например, sudo или команда su. У них стоит очень такой магический бит, который позволяет им запускаться под рутовым пользователем, несмотря на то, под каким пользователем вы запустили эту утилиту. Соответственно, если вы подредактируете sudoers внутри контейнера, то вы сможете стать рутом, даже если вас запустили под пользователем nobody. И, соответственно, ну, юзер все равно надо использовать. Минус-минус юзер в смысле. Но это просто значит, что вы не можете использовать контейнеры, которым вы не доверяете, то есть которые вам, не знаю, присылают пользователя, потому что они могут вот такими вот манипуляцией, ими сделать себя рутом, получить себе доступ к хостовой машине. Значит, но главная проблема в докере на самом деле совершенно другая. То есть это, ну, вот тот вот механизм взлома, но чтобы к нему добраться, большинство из нас просто используют все-таки trusted image, да. То есть это имиджи, которые нам делают наши разработчики, и мы им, в принципе, доверяем. Но проблема в том, что докер как устроен? У него есть, значит, клиент, ну, там клиент и сервер в одном бинарнике, ну, в одной команде, но это не сильно важно. А, значит, докера Ubuntu Bash, если вы вот такой запускаете, он на самом деле делает такой большой JSON с всякими дефолтами и передает его по протоколу HTTP в Unix-овый сокет. Почему это опасно? Ну, то есть это, в принципе, как бы нормальное архитектурное решение. Но почему это опасно? Потому что вы можете… Вот обычно докеровый сокет, он там под каким-то пользователем, там, докер, например, создается. И это фактически означает, что если вы находитесь в группе докер, то у вас беспарольное судо на эту машину. То есть если вы у себя на рабочей машине установили докер так, что вы командой докер без судо можете создавать и выпускать контейнеры, можете даже не пытаться ставить пароль на судо, ну, он бестолковый. Почему, если это еще не очевидно? Потому что вы в контейнере можете, например, минус-минус volume слэш передать, то есть root хостовой машины положить внутрь контейнера где-то, в другую папку и сделать с ним что угодно. Стереть файлы, поменять пароли. В принципе, то же самое, но немножко более сложным способом дает минус-минус привиледжит. Примерно так. И на этом базируются все возможности взлома докера сетевым способом, когда вы вывешиваете этот сокет докеровый внаружу. То есть даже если вы его вот в локал хосте вывесили, там вот минус-д минус-h 127.001 позволяет локал хосту добираться докер сокета независимо от прав доступа файловой системы. Но это уничтожает всю инексовую систему прав доступа, потому что любой, кто может просто открыть сокет на 127.001 и послать в него JSON, может получить рутовый доступ к машине. Соответственно, нельзя так делать даже на локал хосте. Соответственно, если вы вывешиваете это, то можно включить в докере флаги там вот какой-то TSL verify тут главный, что означает, что только пользователь, у которого есть ключи TLS, только он может законнектиться в этот докер и выполнить там любую команду. И это, конечно, хорошо, но это вызывает на самом деле очень-очень много проблем. Например, есть такая вот штука, которая называется SkyDoc. Так, хуже, да? Я уже забыл просто как лучше. Хотя тут внизу, наверное, тоже фиг увидишь. Ладно, есть штука, которая называется SkyDoc. Суть ее в чем? Она слушает докеровый сокет, получает из него ивенты и, исходя из этих ивентов, делает DNS записи. Это клевая, удобная, хорошая штука. Но проблема докера в том, что если она может слушать ивенты на то, что контейнер поднялся, она может… А, ну да, кстати, как она запускается, чтобы было понятно. Как-то вот типа вот так. То есть минус V монтирует вот этот вот файлик, который снаружи системы вот в такой вот файлик внутри контейнера. Кто еще не знаком с команд-лайном докера. Соответственно, вот SkyDoc может теперь в этот докер сокет слать свои команды на создание сокетов. Соответственно, если кто-нибудь сломает SkyDoc, который потенциально может не очень хорошо написан, то он просто получает доступ к хостовой системе. Ну, просто вот так вот взломав один контейнер несчастный. И это все приводит к тому, что кластера становится очень легко сломать. Ну вот, например, типичная схема… О, даже хорошо влазит. Значит, типичная схема, как устроен докеровый кластер с мезосом. Вот здесь вот, не знаю, наугад что ли мне тыкать… О, вижу. Значит, вот это вот машины, которые непосредственно запускают ваши контейнеры, то есть ваши приложения. Они соединяются с мезос-мастером. Ну, на каждой машине работает мезос, который локально в докер шлет данные. То есть это вроде как такая довольно безопасная операция. Дальше мезос получает команды от мезос… Опять не вижу нифига. Мезос получает команды от мезос-мастера. О, вот так мне виднее. Значит, а мезос-мастер на самом деле тоже ничего полезного не делает, поэтому для него есть марафон, который делает хоть что-то полезное. Но это что-то полезное – это получить JSON-контейнера и передать его вот аж вот сюда и тут где-то запустить. А, соответственно, вот здесь вот, если вы вот отсюда вот в этой связи между лот-балансером и марафоном взломаете и что-нибудь пошлете, то вы можете тоже взломать хостовую машину. И, соответственно, ну, соответственно, если вы лот-балансер еще плохо написали, то в него тоже можно что-то плохое послать. Можно взломать ZooKeeper, который… ZooKeeper для чего нужен в мезосе? Для того, чтобы если у вас упадет один мастер, поднять второй. Если вы каким-либо образом, любым совершенно получили доступ к ZooKeeper, вы можете подменить там марафон, мезос, еще чего-нибудь, сервис дискавери подменить. И проблема еще в том, что вот эти вот контейнеры, они часто… ну, у них, например, есть мезос, который ходит в ZooKeeper. Это значит, что вы фаерболом, например, не можете запретить им ходить в ZooKeeper. И, соответственно, как… ну, я это все к чему рассказывал? К тому, что взлом вот любой, вот любой на любом уровне вот этой, вот этой, вот этой, вот этой, вот этой связи может сломать хостовую систему, ну, позволит злоумышленнику влезть в хостовую систему на любой машине. И вот про Image Registry, вот это связи на самом деле такие же, я про них еще поговорю. Ну да, Image Registry, я не помню, Тарас говорил или нет, это штука, откуда докер берет имиджи для того, чтобы их поставить на машины. Как правило, в нормальных условиях, ну, в коммерческих проектах, как правило, они скрыты, это свой где-то такой внутри сети Image Registry. Админы что делают? Вот, вот примерно вот такое. Они обернули это все фаерволом, VPN, и, ну, все классно, никто туда внутрь пробиться не может и думает, что, ну, ну, теперь они защищены. Но потом появляется здесь вот такая вот штука интересная. Она была у меня красного цвета, тут как-то темновато, но неважно. В общем, история в чем? Это не обязательно WordPress совершенно. История в чем? Вы, ну, вам благодаря всей вот этой вот кластерной большой непонятной системе вы можете на любой тачке вот здесь вот легко поднять там за пять минут новый проект. И вы вот берете и поднимаете проект, который вы совсем не контролируете. Ну, потому что не заводить же для него специального админа, который будет на отдельной машине его везти. Вы его быстро за две строчки кода одним кликом заводите и все. И штука в чем, что вот он может сходить в ZooKeeper. ZooKeeper от него точно не зафаерволен, потому что вот здесь Mezos тоже ходит в ZooKeeper. И, ну, там чего-то налажать я уже рассказывал, что он может послать вот сюда HTTP запрос. И, ну, это может быть такая интересная штука, как, например, в GitHub есть API, да, где вы можете зарегистрировать какой-то URL и отправить куда-то нотификацию. Никто там не гарантирует, если вы специально это не перепроверили в вашем коде, что пользователь не напишет URL вот этого вот марафона и не вставит там в качестве нотификации JSON с параметрами контейнера. И, соответственно, вот таким вот простым… А, ну да, естественно, вот это же WordPress и нотификации все, которые вы шлете, они шлются изнутри вашей сети. То есть вот тот вот фаервол, который вот я нарисовал, он не действует, потому что у нас коммуникация вот здесь происходит. И вот таким вот простым образом скоро появится очень много новых взломов. То есть вот мы победили наконец-то SQL Injection, XSL, CSRF. Это уже ни у кого такой страх не вызывает, но теперь надо было админам, видимо. Я думаю, это админы проплатили или кто-нибудь такой, чтобы уязвимостей новых появилось немножко. Значит, соответственно, короткие рекомендации, они вам не сильно помогут, если вы не понимаете, как это все работает. Но вот как бы в ZooKeeper обязательно используйте ACL для инфраструктурных штук. Такое ACL – это штука, которая позволяет вам сказать, что вот эта часть ключей в ZooKeeper может их писать только вот такой вот пользователь. Таким образом, вы не позволяете контейнерам, которые не знают пароль этого пользователя, ходить в ZooKeeper и менять там какие-то инфраструктурные вещи, типа подменить Mezos Master. И ну и в целом, ну то есть в целом используйте для всего остального, там для Redis, для Monge тоже по возможности аутентификацию. Обязательно ее нужно использовать в тех случаях, где вы в Redis, например, храните какие докеровые контейнеры вы хотите запустить. А вот если вы вот такое храните, точно используйте пароль. То есть все вот эти инфраструктурные штуки, они должны быть для контейнеров недоступны никак. И firewall никто не отменял, и в случае авторизации нет. Ну в целом это сводится к тому, что просто вот типа не верьте локальным машинам. То есть не верьте даже своему вот коду, которому вы вроде как верите, но проверяйте все, что он вам шлет. Значит еще такая очень интересная штука есть. Это untrusted images. Ну когда вы пытаетесь запустить имидж, которому вы не доверяете, вы можете получить вот какие-то такие интересные уязвимости. В частности с этуит, который я говорил, можно не только судаерс поправить, если имидж находится на контроле у злоумышленника, он может где-то скрытый такой бинар положить, который вы там простым просмотром содержимого контейнера не найдете. Ну вот тоже имидж, которому вы не доверяете, может еще что-то по сети послать, как вот WordPress, про который я говорил, и подедосить там внутри сети и чего-нибудь. Но это все атаки на самом деле не сильно новые. Они и раньше были, но раньше хорошие админы просто, когда выкатывали там питоний код, они делали вот код самого приложения всегда незаписывабельным от имени пользователя, от которого запускают. То есть даже если кто-то сломал ваш код и может там запустить рандомный свой код, то он не может сделать так, что при убиении этого процесса запустится опять его код. Я запутанно, наверное, сказал. В общем, раньше нельзя было на продакшене помодифицировать код, даже пробив какую-то первичную защиту. Значит, еще что очень важно, что часто очень часто с докером используются имиджи, которые и инфраструктурные такие, то есть слот балансер, там сервис дискавери, какая-нибудь статистика, все такое. Если каким-то образом злоумышленник может запушить свой имидж в реестр, он может подменить просто лот балансер, например, на свой процесс. Ну, то есть он может назвать там имидж, там в вашей компании есть в вашем местном регистрии какой-то имидж, там называется лот балансер, он его подменяет. И в следующий раз ваша кластерная штука, когда разворачивается, она разворачивает лот балансер, который уже подменен. Это может быть опять же каким-то простым способом. Ну, то есть чтобы запушить в докер имидж, в локальную репу, нужно просто опять же послать HTTP запрос. Он довольно большой по размеру, но это не значит, что это сложно сделать. Соответственно, есть очень интересные штуки, как можно подменить имидж. Я сейчас об этом расскажу. Значит, например, обычная схема, у вас есть девелоперская сеть и продакшеновая сеть. Вот продакшеновая, она сверху, она контейнеры запускает, ходит в докер регистри за имиджами, чтобы их там обновлять. И есть девелоперская сеть, которая может пушить в докер регистри имидж. Вот этот регистри, он снаружи нарисован, но на самом деле он либо в этой сети, либо в этой сети. И вот вы девелоперам, конечно, доверяете, они плохие имиджи не запушивают, но если девелопер подумал, что этот реестр внутри VPN, ему ничего не угрожает, поставил слабенький парольчик, то вот эта продакшеновая сеть может легко его подобрать и мало того, что читать имиджи, еще и записывать научиться. И, соответственно, если раньше у нее была уязвимость, типа могу послать любой HTTP запрос, или в крайнем случае могу запускать любой код внутри контейнера, но не могу пробиться к хосту, она быстренько подменяет вот этот контейнер, и теперь она может судой раз правильный подменить, например, и пробиться к хосту. Та же история. Очень часто сам докер-регистри приватный, он может хранить в разных хранилищах сами имиджи, в частности вот в S3, например, или там в HDFS, по-моему, если я правильно помню, в всяких реаках. И, как правило, у вас и контейнеры ходят в этот S3, и докеры ходят в этот S3. И штука в том, что если вы забыли, что вот этот вот ключик нужно делать не таким, как вот этот вот ключик, то получаете ту же ситуацию. То есть вот здесь вот контейнер, который взломал с простенькой уязвимостью, может быть, даже просто получил доступ к админке вашего ресурса, а в ней что-то можно такое интересное сделать. Просто админам вы доверяли и не думали, что они такие глупости сделают. И вот этот вот контейнер, если он может пушить в хранилище имиджей, даже несмотря на то, что там bucket другой, но он с тем же ключиком амазоновским, то вот как бы у вас все накрылось. На этом про security все. Сколько у меня есть времени, можете сказать? Есть, да, вот есть вот такой вот набор инструментов. Вот такой, жаль, что там плохо видно внизу, но я буду их называть. Штука в чем? Вот 10 инструментов, которые делают какую-то кластеризацию поверх докера. Значит, вот по пунктам докера… Дальше вот если посмотреть, вот Veef, Flynn, Flynn и Days, например, они страдают тем синдромом, что вы можете запушить… У них все инфраструктурные имиджи лежат внутри докеровых контейнеров. Соответственно, вы получаете вот ту вот уязвимость, про которую я говорил. Ну, если вы там не фейерволите все 10 раз и кто-то чего-то хоть маленькое взломает в вашей сети, то все, все накрылось, все взломано. Значит, вот, например, Gert, Days… С докеровыми контейнерами. Я сейчас на следующем слайде скажу, почему. Значит, вот Mezos, кстати, относится тоже к той же группе… А, да, вот Gert, Days работают поверх CoreOS, и вот в CoreOS как раз Fleet, вот он не умеет правильно с докеровыми контейнерами работать, и Mezos страдает от той же штуки. Ну, вот… Что еще тут интересно есть? Это к чему? На самом деле все они настолько плохие. Вот у Кокаина, кажется, исходя из пятиминутного чтения документации, кажется, у него нельзя примонтировать любой раздел, но не факт, что… Ну, не факт, что интерфейс пользователя, в котором вы не можете там ничего взломать, по сети не передается какой-то штукой, такой, как в Mezos, где можно сделать что угодно. А вот это вот почему CoreOS, Mezos и все, что работает поверху CoreOS, они умеют нормально работать с докером, потому что вот так вот… Это systemd-шный юнит, который в CoreOS генерится для запуска контейнеров. Что тут смешно? Это то, что мы здесь запускаем докер-ран. Это значит, что systemd мониторит процесс докер-рана, который на самом деле клиент, и он, что этот процесс делает, он говорит сначала докеру запустить контейнер, потом просто качает оттуда логи, качает логи и принтает их на экран. И штука в том, что если докер тормозит, то systemd думает, что докер… Ну, если докеровый демон тормозит, то докеровый клиент по тайм-ауту вылетает и говорит, не могу логи прочесть. И докер бывает тормозит, почему? Потому что… Потому что это такой большой-большой монолит, он в том числе и разворачивает процессы, и проксирует логи, и делает все-все-все со всем, что не делает клиент. Соответственно, вот у вас докер-демон тормозит, контейнер работает нормально, ваша система отличная, а докер-демон по какой-то причине тормозил, докер-ран сказал по тайм-ауту вылетел, а systemd думает, что процесс умер, и он делает вот это вот дальше по списку, он делает стоп, не вижу, делает стоп, потом делает kill, потом делает rm, потом делает pull. Pull – это сетевой процесс, он ждет, пока удастся скачать этот несчастный имидж. И вот получается у вас в это время вся машина накрылась медным тазом, потому что она делает что-то длинное, долгое, и в этот момент контейнер, который бы раньше работал нормально, его убили ни за что, ни про что. Ну, наверное, все, раз у меня нет времени, я еще хотел больше про толзега поговорить. Ну, такое. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Такой вопрос. Вот эта уязвимость получения рута из-под контейнера, она присутствует только конкретно в докере или уже OpenVZ и LXET также? OpenVZ не знаю, но все, что использует Linux, линуксовый namespace, да. А, ну круто. OpenVZ просто это старый патч, который, ну, типа, уже не актуален. Ну, тут смысл на самом деле его, пока там думает, кто задаст вопрос, смысл на самом деле этого посыла в том, что в отличие от виртуалок, ну, то есть небезопасно именно небезопасно заводить untrusted images. Это во-первых. А во-вторых, если бы докер не был таким странным по архитектуре, то вы бы могли, ну, не получать никогда untrusted images. А так вы можете получить вот не благодаря тому, что вы пользовательские имиджи получаете, а благодаря тому, что кто-то что-то взломал и зафигачил имидж в репозитории, например. У меня вопрос. У меня с доклада сложилось впечатление, что выходит, что докер не стоит вообще использовать в принципе. Ну, я это вначале сказал. Смотрите, на самом деле, ну, то есть в ближайший год его не стоит использовать по двум причинам. Во-первых, он очень-очень важный. Баги регулярно чинят, но длительность починки бага примерно два месяца. Поэтому на продакшене нельзя такое запускать. Во-вторых, я надеюсь, что, не знаю, через годик кто-нибудь таки додумается, что вот эта вот вся система с возможностью по сети отправить все, что угодно, в том числе взломать рутаж, что она неправильная и придумают, как это правильно использовать. Мне кажется, вот кубернетс это умеет, но я не уверен. Еще один вопрос. Вот в том вашем докере на коленке, который вы на питоне написали сразу. Там у вас первым процессом, ну, все-таки был первый процесс, а в докере почему-то, ну, процесс, первый процесс, фактически второй в докер-контейнере, если посмотреть. Нет, первый это первый. В докере, к сожалению. Наоборот, в моей штуке первый процесс не первый. Ну, команда, которую вы запускаете, не первая. Окей, спасибо. Ну, почему команда не первая, раз сложилась пауза, я могу объяснить, потому что многие процессы не готовы к тому, чтобы быть первой командой. То есть они не так, неправильно используют сигналы, неправильно делают еще некоторые штуки. То есть там Redis как первый процесс запускать очень плохо, к сожалению. А докер это делает. Еще такой вопрос. Можно, кто-то ли пробовал совместить докер, например, с каким-то пармаром? Да, 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 я не успел, наверное, про это сказать. Действительно, если вы действительно хотите запустить докер в продакшене сейчас, покрывайте его плотно апармаром или селинуксом. Я в этих штуках не ориентируюсь, но вроде бы как апармар позволяет вам безопасно даже рутовый процесс антрастед запускать. Поэтому если вы правильно ограничения сделаете для докера, то получить доступ к хосту не получится, но штука в том, что вы можете в докеровый сокет послать название апармарового контекста, в котором вы хотите запустить контейнер. Соответственно, вот та уязвимость с отправкой данных в докер по сокету остается. Ну да, можно. Штука в том, что, да, кто не слышал, мне возражают, что можно запретить доступ к сокету. Я просто об этом много говорил. То есть тулзы современные, им нужен доступ к докеровому сокету. И благодаря тому, что вы показываете этот сокет каким-то тулзам, который кластеризирует вот эту всю вашу систему, вы показываете этот сокет также и злоумышленнику. Ну, то есть вы не можете разным докеровым контейнером разным контекста сделать. Тут я не имею уже экспертизы, разрешаете им ходить в докеровый сокет. Соответственно, и любой другой контейнер может это сделать. Нет. Да. Ну, а… Ну, то есть… Как CELINUX различает процессы, которые… Так, ну да. А как… Ладно, мы с тобой поговорим. Ну, я просто не буду задерживать, я не думаю, что всем это интересно. Хорошо, спасибо большое. Спасибо, Паша.